Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в магазине Squat центре скейтбордической сноубордической культуры. В общем, тот магазин, куда нужно ходить, если вы очень и очень любите кататься. Сегодня, правда, разговор пойдет немножко о других вопросах, не о катании. Небольшой такой вот затравочка. Вы знаете, я, наверное, очень сильно отличаюсь от многих из детей. Ну, во-первых, потому что я уже не ребенок. Даже когда я был ребенком, я отличался, потому что я никогда не уходил из дома. И только когда я вырос и начал говорить там со своими сверстниками, с друзьями, знакомыми, я узнал, что каждый практически хотя бы раз или два собирался уходить из дома, причем совсем в маленьком возрасте. Кто-то там в пять лет собирал свои вещи и пытался уходить. Кто-то в семь, кто-то в одиннадцать. Но все начиналось с одного и того же. Человек объявлял родителям, что он уходит, или не объявлял, но начинал собирать вещи. И собирал он их в какой-то свой детский рюкзачок. Поэтому, друзья, не переключайте ваши YouTube-каналы. Сегодняшний наш обзор топ-5 городских рюкзаков Декайн. Поехали! Начнем, наверное, по возрастающей. В принципе, расскажу сначала немножко про Декайн. Декайн – фирма, которая начала изготавливать аксессуары. Даже сначала не рюкзаки, а именно аксессуары для серферов. И в 1989 году они поняли, что серф – это не единственная доска, на которой катают. И начали изготавливать еще и свои аксессуары и рюкзаки уже и для сноуборда. Причем со временем, используя тот опыт, который у компании уже был, используя ту производственную и научную базу, они начали готовить реально очень и очень серьезные вещи. И на сегодняшний момент, я думаю, что чехлы для сноуборда и сноубордические рюкзаки Декайн – это признанный топ в данной индустрии. То есть, если хочешь выбрать чехол или рюкзак для сноубординга, то, как говорится, дальше не ищите. Декайн вам хватит. Кстати, у нашего бессменного оператора Дмитрия был свой обзор как раз сноубордических рюкзаков Декайн. Кто еще не смотрел, очень вам советуем по ссылочке на него посмотреть. Мы сегодня поговорим про рюкзаки городские, которые бренд начал изготавливать чуть-чуть попозже. Кстати, в 1999 году он начал еще изготавливать и рюкзаки для скейтбординга. Ну, а дальше уже перешел и на такие повседневные рюкзаки, о которых мы сегодня и поговорим. Начнем, наверное, с самых простых моделей, которые у нас поместилось на пятом месте. Расскажу сначала о достоинствах и о недостатках каждой модели и, что называется, общих каких-то предметов. Первое. Здесь очень продумана система переноски. То есть, практически всегда есть еще и вот такая вот система фиксации, чтобы лямки не разъезжались. Практически во всех рюкзаках, даже если там одно большое, есть место, куда все складывается, много маленьких карманов. Вот здесь карманов меньше всего. Ну, и, в принципе, рюкзак такой простой. Из его еще таких тоже интересных моментов очень интересная система фиксации с использованием магнитов. Магнит тоже такая неоднозначная вещь. Тоже вот мы дискутировали. Кто-то говорит, что кому-то нравятся классические застежки. Кто-то говорит, что магниты, но это определенный шаг вперед. В принципе, я не слышал, чтобы магниты на рюкзаках Декайн приходили в негодность, переставали держать. Тем более, что практически у всех этих рюкзаков существует пожизненная гарантия. Ну, пойдем уже более подробно про этот рюкзак. Как я уже сказал, здесь не очень большое количество каких-то дополнительных карманов. Из внешних карманов здесь можно назвать только вот такой вот для небольшого, не знаю, бутылки, термоса или еще чего-то. Она на резинке, то есть увеличивающиеся. Небольшой карман вверху для ключей, для мелочей. Одно большое отделение с вот такой вот еще дополнительной системой фиксации. Вот. И внутри у нас тоже одно большое отделение. Плюс сбоку есть вот так вот для быстрого проникновения внутрь. Тоже вещь, с одной стороны, может быть удобная, с другой стороны, как говорится, чужой карман. Как некоторые карманники такие вещи называют. Но и кто ценит простой рюкзак, кому нужен действительно абсолютно базовый простой рюкзачок, очень и очень рекомендуем вот эту вот самую простую модель. Дальше идет уже чуть-чуть посложнее. А, еще такой момент, который тоже мне не очень понравился. Все-таки, на мой взгляд, вот эта вот ручка для обычного переноса рюкзака, она здесь чуть-чуть маловато. Кстати, вот в этой модели она еще меньше. Может быть из-за того, что он вроде как и для женщин рассчитан. Потому что, как я увидел, например, некоторые сноубордические рюкзаки у Дакайн, они прямо написаны, идут для женщин. Хотя, мне кажется, они просто чуть меньше размеров. Не думаю, что там у них, например, лямки под женскую грудь заточены. Заточены под женскую грудь лямки, да? Серьезно? Форма под... Видите, а я просто про это не знал. Ну, как я уже сказал, рассказываю про то, что знаю. А как вот мне только что подсказал оператор, что да, женские сноубордические рюкзаки заточены под женскую фигуру. Под идеальную? Следующий рюкзак. Чем он мне понравился? Что тоже, как и многие рюкзаки других фирм, которые себя позиционируют как городские, он уже такой не одноцветный, а такого пестрого, немножко джунглевого цвета. И вот здесь у него уже большое количество карманов, здесь уже большое количество каких-то дополнительных элементов. Что мне, кстати, нравится? Дакайн профессиональная фирма, которая профессионально занимается рюкзаками. Соответственно, все вот эти вот мелочи для более удобной переноски, чтобы не потела спина, чтобы правильно распределялся вес. Все они присутствуют вот уже и на достаточно непрофессиональных, а просто городских моделях. Здесь уже большое количество карманов. Такой вот сетчатый карман сбоку, обычный. Главное отделение с отделением для ноутбука небольшого. Тоже есть небольшое отделение для ключей или для каких-то других полезных мелочей. Вот здесь вот система вот такая креплений на резинке. Тоже вещь, скажем так, не всегда понятная. То есть иногда я видел, что ребята-баскетболисты там мяч носят, кто-то там еще для какого-то быстрого крепления что-то забирает. Но в принципе она и, как говорится, смотрится круто. Этим она тоже хороша. Несколько еще маленьких кармашков спереди. Тоже по одному такому делению. Словом, тоже достаточно простой, продуманный рюкзак с очень и очень хорошим вниманием для переноски. То есть даже если вы его очень сильно нагрузите и действительно решите уйти с ним из дома, вещей в него поместится достаточно много. Как я уже сказал, если вы любите какое-то прям супер обилие карманов, как вот тот же я, то наверное что-то стоит еще посмотреть, потому что здесь есть только карман спереди, маленький карман сверху, большое отделение и отделение для ноутбука. Ну и боковые тоже карманы без молнии и вот это вот отделение. Тоже очень, кстати, полезная штука. До того, как я начал переносить большие какие-то тяжелые вещи в рюкзаке, я не совсем понимал для чего они нужны, но потом понял, что они отлично фиксируют вес большой массы у вас в рюкзаке и не дают ему вот так вот раскрыться. Очень интересная такая вот фича. Следующий рюкзак, подойдем уже к третьему, к середине нашего хит-парада. Это у нас будет уже рюкзак. Вот с этой стороны у меня спрятался. Рюкзак, помните я говорил про магниты, да? Вот это тоже рюкзак, где крепление на магните реализовано очень интересным образом. Может показаться, что это такой ролл-топ, как его называют, но не совсем ролл-топ. Здесь просто верх рюкзака, он фиксируется вот так вот на магнитах. Причем изначально я думал, что они просто так загнутые держатся, и он где-то прижался. Нет, магниты действительно очень неплохо его фиксируют. И этот рюкзак тоже с небольшой вот здесь вот ручкой, как я уже сказал, для меня может быть не самой удобной. Но, кстати, здесь еще система фиксации лямок, она идет не только снизу, но и сверху. Тоже для вентиляции, тоже для правильного распределения веса все это есть. И уже намного большее количество карманов. Например, для ноутбука здесь отдельное отделение с защищенной молнией. Как правило, производители рюкзаков, они не говорят, что они герметичны и полностью не пропускают воду. Потому что это тоже какие-то есть классы вот этой вот герметичности. Но в целом, как человек, который пользовался подобными рюкзаками, который беседовал с теми, у кого были рюкзаки Докайн, действительно вот такая молния, такой защищенный рюкзак в воду не пропускает. Кроме отделения для ноутбука, здесь еще много отделений для всяческих мелочей, как тоже в таких продвинутых городских рюкзаков. Какие-то с сеточкой внутри, чтобы было видно, что вы туда положили. Какие-то без молнии. Это все, кроме большого отделения, есть большое отделение, которое тоже сверху фиксируется молнией, и в котором тоже много всего есть. Плюс сбоку у нас тоже есть ряд больших карманов. В общем, это уже как раз для людей, которые большие карманы и много карманов любят. Кстати, тоже лайфхак, как человека, который очень и очень любит рюкзаки, который очень активно их носит. Первое время, наверное, когда вы начнете ходить с рюкзаком, вы начнете забывать, куда вы что положили. Но со временем, если уже, как в детстве нам, наверное, всем родители говорили, что каждая вещь должна лежать на своем месте, так и здесь, когда у тебя в рюкзаке, ну, ты уже знаешь, где у тебя что лежит, где там фонарик, где ножик, где документы, где печатная машинка, где, не знаю, там машинка для стрижки бровей, ты уже точно знаешь, куда зачем лезть. И это тоже очень удобно, и тогда ты тоже со временем понимаешь, в какие карманы что лучше всего класть. Вот, ну, здесь я говорю, а ты еще раз обращу внимание, отличительная особенность, это вот такая вот застежка на магните. Тоже хороший городской рюкзак, который тоже мне очень понравился. Идем дальше к двум нашим фаворитам. Вот этот я сразу обратил внимание, потому что, если честно, вот такая вот система дополнительной переноски, она мне нравится. То есть, это не вот эта вот маленькая ручка, как мы видели на предыдущих моделях, а большая, потому что иногда все-таки, ну, не будешь надевать рюкзак, например, если в общественном транспорте, все-таки с рюкзаком не самое оно ездить, поэтому для переноса использовать его очень хорошо, выглядит тоже стильно, если можно так сказать. Удобные лямки. Опять же, удобная вот эта вот система распределения веса по стене, поддержки, чтобы у тебя ничего не потело. Большое количество карманов. Тоже отдельный карман для ноутбука, где тоже, кроме непосредственного ноутбука, можно положить какие-то мелочи, типа вот даже отделение для ручек есть, может быть, какой-то блокнот еще можно положить. Карманы спереди небольшие тоже присутствуют, тоже такие, очень интересные. Кстати, вот тоже такая заметка, в Азии очень любят подобные рюкзаки использовать именно как такие рюкзаки для офиса, потому что, в принципе, они чем-то похожи даже на такой вот... Правду говорю. Еще раз говорю. Вот, то есть они действительно похожи на такую офисную сумку, и поэтому, еще раз говорю, обратите внимание, тоже есть боковое отделение сбоку. Тоже это не для быстрого доступа в главное отделение, но просто еще один небольшой вот длинный отделение, куда можно, не знаю, хотя бы зонтик положить, который, наверное, офисному работнику тоже может потребоваться. Большое отделение у нас тоже с рядом внутренних карманов. Есть с одной и с другой стороны, как с карманами с сеткой прозрачными, что было, что видно, так и с обычными. В общем, вот такой вот вроде как не самый вместительный по литражу рюкзак, но с другой стороны очень удобный, и все необходимое в него тоже можно вместить. И номер один нашего хит-парада, вот этот вот достаточно большой рюкзак на 31 литр. Почему он мне понравился больше всего? Ну, потому что, наверное, в нем есть все, что нужно хорошему, вместительному, такому эргономичному городскому рюкзаку. Тоже начнем с уже классической такой системы поддержки и стабилизации на стене, чтобы на спине, чтобы у тебя она не потела, чтобы груз правильно был распределен. И вот тоже, кстати, забыл заметить, но это есть практически на всех рюкзаках, что если вы путешествуете еще и вот этой вот переносной сумкой тролли, с выдвигающейся сумкой, то рюкзак можно вот так вот нанизывать на нее. То есть положил на эту сумку и вот так вот передвигаешься, ничего не мешает, чтобы, опять же, на спине он у вас не шел. Большое количество отделений, как главного отделения, вот, с большим количеством внутренних отделений. Следующее отделение у нас уже поменьше, но тоже вместительное и тоже приятное. И тоже уже просто с кавалькадой всякой вот мелочи, которую внутрь можно засунуть. Ну, вы видите вот эти большие отделения. Тоже, как я уже говорю, если вы постоянно используете этот рюкзак, со временем практически для каждого отделения у вас уже будет четкое понимание, что туда класть и что оттуда когда вынимать. Плюс маленькие кармашки, которые, в принципе, ну, маленькие по сравнению с тем, что я показал раньше, хотя тоже достаточно вместительные для каких-то полезных мелочей и не совсем мелочей, но чтобы они лежали отдельно. Реально очень большое количество штук, молнии практически незаметные. И вообще, если смотреть на рюкзаки, ну, конечно, сшитые они просто идеально. Очень хорошо, очень много, я говорю, вот этих вот таких дополнительных отделений. Даже такое любимое мной отделение снизу, которое иногда еще называют как отделение для грязной обуви, например. Кто-то, причем один человек рассказал, что говорит, а зачем его использовать какое-то отделение для грязной обуви, если я могу вот просто вот так увеличить полезную массу рюкзака. Не знаю, насколько это нужно, потому что она все-таки для этого не предназначена, но как отделение для грязной обуви это просто отличная находочка. Вот такой вот топовый рюкзак. Но вы, наверное, заметили, что у нас в камере присутствуют еще два рюкзака, о которых тоже обязательно нужно рассказать. Как я уже говорил, и говорил не только, когда говорил о рюкзаках, я люблю какие-то специальные вещи. Ну, то есть, условно, ходить по гору не просто в кроссовках на каждый день, а в беговых кроссовках, потому что они очень удобные. Так и часто бывает, что если, например, вы хотите себе что-то большее от рюкзака, стоит обратить внимание, например, на профессиональные сноубордические рюкзаки, которые делает Дакайн. Опять же, если вы катаетесь на сноуборде, то зачем вам два рюкзака? Потому что тот рюкзак, с которым вы можете отправиться как раз в горы, чтобы там покататься, прекрасно подойдет и для того, чтобы ходить с ним по улице. Как я уже говорил, про рюкзаки можно посмотреть в другом обзоре. Ну, вот немножко хотели про Луи в Паради, профессионала, его профессионала-сноубордиста, его именную модель рассказать. С одной стороны, здесь есть различные присущие, вроде как, только для сноубордистов моменты, такие как специальные устройства для переноса именно сноуборда. Причем переносить его можно как в вертикальном положении, так и в горизонтальном положении. С обратной стороны вот такая штука есть. Тоже большое количество карманов. Карманы, которые, с одной стороны, практически все заточены под сноубордические аксессуары. Я думаю, если вы катаетесь на сноуборде и откроете этот рюкзак, ну, вы поймете, что из аксессуаров куда отлично втыкается. Но, с другой стороны, практически все отделения здесь универсальны. Поэтому, кроме того, чтобы класть сюда сноубордические какие-то вещи, ну, например, как отделение для гидрации, оно вполне может подойти как для небольшого ноутбука отделения. Все вот эти вот маленькие отделения, они тоже дублируются во многом то, что вы видели в городских рюкзаках. Поэтому обратите на этот рюкзак тоже внимание. Может быть, вы собираетесь в будущем заняться этим сноубордингом, а этот рюкзак у вас уже будет. И его не нужно будет покупать. И еще один не входящий в наш топ участник – это рюкзак, который делает подразделение Дакайн под названием Воркшоп. Воркшоп – это подразделение, ну, чем-то вот как в других брендах это называется, там, Лэб или Экспериментал или еще что-то. В общем, это такие передовые технологии, которые связаны уже в один новый рюкзак. Стоит он, ну, тут стоит зайти на сайт и посмотреть, что стоит он действительно очень больших денег, и может показаться, что это неоправданно дорого. Хотя, с другой стороны, за топовый городской рюкзак, эксклюзивный, который всего в нескольких экземплярах, а может быть, даже и в одном представлен в нашей стране, из очень классного материала, с большим количеством деталей, и с большим количеством отделений. Ну, и, в принципе, такая стильная вещь. Если бюджет позволяет, то почему нет? Тоже большое количество отделений, которые у нас здесь есть. Выглядит это все даже немножко космически. Есть даже специальное защитное отделение для документов, которые можно вот так вот отдельно вытащить, и сюда все необходимое класть, как я люблю вот эти вот маленькие мелочи, и, в принципе, уже на них смотришь и соглашаешься, что да, ну, в принципе, сущие копейки за такой рюкзак. Плюс он идет в таком вот классическом мешке, который, в принципе, уже отдельно может идти, как некий легкий городской рюкзак. Маленькие отделения с очень хорошей молнией, тоже достаточно продуманные все, с большим количеством дополнительных карманов со всех сторон. Плюс самое главное отделение, тоже сейчас мы его откроем. Да, и здесь тоже внутри, что называется, не подкачали. Есть маленькие карманы, есть даже целых два отделения для ноутбука. Ну, действительно, если у тебя такой рюкзак, то что с одним ноутбуком-то ходить? Хотя, на самом деле, наверное, одно отделение для ноутбука, второе для планшета или, там, для графического планшета. Еще маленькие сумки. Все выглядит дорого и столько же дорого стоит. Соответственно, если вдруг вы решили смотреть этот обзор, чтобы выявить для себя самый дорогой рюкзак и потратить на него деньги, как говорится, дальше смотреть не стоит. Переходите уже к следующим обзорам. Вот такой вот топ пяти рюкзаков и два альтернативных варианта, кому этот топ показался, может быть, неполным. Еще раз хочу сказать, что не вылетайте слишком рано из гнезда. А если куда-то собираетесь, то проверяйте, что вы берете с собой, как вы экипируетесь. И рюкзак – это та вещь, с которой вы часто ходите. Выбирайте его со знанием дела, чтобы он был удобным, чтобы он был вместительным. И приходите за ним сюда. С вами был Дмитрий Егоров. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok